8 танцев и 8 наград. Задоринки стали королями танцпола. Студия эстрадной и народной хореографии покорила международный грантовый конкурс. В этом соревновании они участвуют не впервые. В прошлом году Задоринки привезли домой 4 кубка. Моя цель в поездке на конкурс – это не первые места, какие-то денежные гранты, а это компетентное мнение, оценка судей. То есть есть к чему стремиться. Мы получили очень дельные советы, рекомендации. Уже идет плодотворная работа над ошибками, так скажем. Несмотря на высокий уровень конкурса, атмосфера на нем царила теплая и дружеская. Задоринки открывали конкурс своего отделения постановкой «Черный ворон» и закрывали премьерным танцем экспериментариум. «Черный ворон» также включили в галоконцерт. Мы выступали с одним танцем, ученым. Было волнительно выступать этот танец. Мы выступали с дополнительным оборудованием, лабораторией. Было много недочетов до выступления. Мы попытались исправить все. По итогу мы заняли заслуженное третье место. Около года ребята не выезжали на конкурсы. Из-за пандемии трудности возникали и с тренировками. Без регулярных физических нагрузок сохранять форму на протяжении такого долгого времени было непросто. Во время пандемии было очень тяжело. Первые два месяца мы вообще не посещали занятия, не было никаких онлайн-курсов. Но потом наша руководительница начала проводить онлайн-уроки. Мы их посещали и старались не потерять форму. Сейчас задоринки активно готовятся к следующим соревнованиям. 27 марта они едут в Арзамас, а сразу на следующий день отправятся покорять новые вершины на международный конкурс в Нижний Новгород. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.